Привет друзья! Сегодня у нас на обзоре нестареющая классика кинематографа, фильм 1983 года, поменяться местами. У микрофона, как и всегда, киномаг. Приступаем! Серая Филадельфия. Канун Рождества. Город неспешно просыпается, затягивая людей в круговорот предновогодней рабочей недели. Но не все спешат покорить его. В дорогом районе, как и положено, жизнь не бьет ключом, тут все размеренно и неспешно, как и его жители. Жизнь управляющего крупнейшей финансовой корпорацией Луиса Уинтерпа складывается как нельзя лучше. Джентльмен высшего общества. Луис уже никуда не опаздывает, день его четко распланирован, а верный дворецкий, и завтрак организует, и марафет на лице джентльмена наведет. Смышленый, правда немного задумчивый дворецкий Коулмен, выбирает костюм Луису. Сегодня у нашего героя ответственный день в тридерской компании. Луис планирует осуществить операции с ценными бумагами на кругленькую сумму. А еще вечером запланирована встреча с красавицей мисс Пенелопой. Мы переносимся в загородный особняк, это семейное здание двух удачливых братьев Мортимера и Рэндалфа. Именно они обосновали финансовую корпорацию, «Дьюк и Дьюк», в которой трудится наш джентльмен Луис. Они как Луис начинают день с чтения свежей прессы и просмотра биржевых котировок. В это время заявки Луиса у Интерпа срабатывают и обогащают и без того богатых братьев еще больше. Господа направляются в бизнес-клуб для привилегированных особ. Не успев припарковаться, гробовоз подвергается нападению вероломного инвалида на каталке. Инвалид включает актера и просит милостыню у богатеев, но сильные мира сего не привыкли делиться, а тем более с отбросами общества. В клубе появляется Луис, он, как и обычно, приносит зарплатные чеки сотрудников. Рэндалф удивляется огромной сумме на одном из чеков, но Мортимер напоминает, что это их особый сотрудник. Закончив с бумажной волокитой, они прощаются с Луисом, ни счастливого Рождества, ни бонусов, ни даже спасибо за хорошую работу. Мортимер утверждает, что Луис их лучший сотрудник, Рэндалф готов поспорить. Чернокожий калека пристает в парке к девушкам, но его принимает полицейский патруль. Вьетнамская легенда трещит по швам, и офицеры быстро выводят Билли на чистую воду. В этот раз ему все сходит с рук, они отпускают бездомного, но предупреждают, чтобы больше он тут не появлялся. Он как может благодарит копов, за то, что не упекли его в каталажку, но тут он видит патрульную машину и пятясь спиной случайно наталкивается на Луиса. Бривкейс Луиса попадает в руки бездомного, все это на глазах стражей порядка. Ничего не соображая, Билли врывается в клуб, бежать-то ему больше некуда. Начинается погоня, как итог его скручивают и начинают допрашивать. Рэндалф считает, что темнокожий воришка – продукт плохой окружающей среды, в нем нет ничего порочного, и он может это доказать. Мортимер резко против и утверждает, что у бедолаги это в крови, и как высоко его не подними, он все равно будет воровать. Рэндалф считает, что если бы Билли вырос в соответствующем окружении, он мог бы управлять их компанией не хуже Луиса Уинтерпа. Тогда они заключают пари. Они планируют уволить Луиса, лишить квартиры, невесты и друзей, публично унизить, арестовать и бросить в тюрьму, а на его место поставить чернокожего воришку. Рэндалф уверен, что в таком случае Уинтерп пойдет на преступление, несмотря на голубую кровь. В тот же день они заключают пари на один доллар. Мы видим Билли, без вины виноватого, его упекли за решетку, в самый канун Рождества. Хотя ему и не привыкать, в тюрьме он неплохо проводит время, выдумывая всякие небылицы. Он рассказывает, что Брюсли обучил его приемам карате, и что в тюряге он ненадолго. Промыв голову половине заключенных, он почти ставит себя в авторитет. Вот только у пары быков возникают вопросы. Они решают проверить каратиста и его черный пояс. Дело для Билли закончилось бы плачевно, но тут внезапно полицейский сообщает, что за него внесли залог, и он теперь свободен. Свежий воздух улицы бодрит, но он до сих пор не понимает, кто его ангел-хранитель. Тут на парковку заруливает гробовоз. Влиятельные бизнесмены просят аудиенции с Биллом Валентайном. Он сомневается в их искренности, но они утверждают, что это они внесли за него выкуп и их разговор не займет у него много времени. Кое-как они усаживают его в лимузин и начинают рассказывать ему свою байку. Якобы они проводят частную программу по реабилитации культурно отсталых людей. Братья предлагают ему особняк, солидный счет в банке и высокооплачиваемую работу в их компании. Он не верит своим ушам, и конечно моментально соглашается на их предложение. Они подъезжают к дому Луиса, теперь это его дом, а прислужливый дворецкий Коулмен готов выполнить любой его каприз. Для начала Билли планирует принять ванну, он ни разу не был в джакузи и кайфует от воздушных пузырьков. Он до сих пор не может поверить в свой новый статус, и начинает тянуть по карманам разную мелочевку. Братья еще раз объясняют, что все вещи в доме принадлежат ему и что он вправе распоряжаться с ними, как его душа пожелает. Билли начинает жонглировать старинной вазой, но в какой-то момент разбивает ее. Братья застраховали самые ценные предметы в квартире, таким образом Билли уже заработал для них неплохую сумму. Тем временем в клубе большое собрание и Мортимер с Рэндольфом, согласно плану, затеяли грандиозную подлость. Через подставное лицо они подбросили меченую купюру в карман Луиса, а на собрании в присутствии всех членов клуба заявили, что среди них завелся мелкий воришка. Как из-под земли появляются полицейские и находят меченую купюру у него в кармане. Его с позором увольняют из компании «Дьюк и Дьюк» и отправляют в полицейский участок. В участке тот же человек, который подсунул Луису меченую купюру, подкупает полицейского. Во время осмотра полицейские находят ангельскую пыль в его пиджаке. Луис в шоке, он все отрицает, но факты говорят сами за себя. Билли Рэй Валентайн закатывает небывалую вечеринку. Шампанское течет рекой, а Коулман не успевает подносить закуски. Однако банда бездельников быстро ему надоедает, и он всех выпроваживает, завтра у него ответственный день. На следующий день в участок к Луису приезжает его престижная невеста, она вносит за него залог. Он оправдывается, но слух уже пошел, Пенелопа обвиняет его в воровстве в клубе, похабном поведении и продаже наркотиков. Луис все отрицает, приводит железные доказательства своей невиновности. Пенелопа уже почти поверила Луису, но тут на него набрасывается проститутка. Она страстно целует Луиса и требует дозу ангельской пыли. Таким образом она забивает последний гвоздь в гроб отношений Луиса и Пенелопы. После того, как девушка уезжает, проститутка признается, что это был розыгрыш. Он просит помощи у девушки, и она платит таксисту за то, что он довезет их до дома Луиса. Коулман не узнает Луиса и грозится вызвать полицию, если тот не уберется с порога. Тогда Луис идет в банк, платиновый мастер-карт. Последняя надежда совершенно отчаявшегося Луиса у Интерпа. Выходит управляющий и сообщает, что все операции по картам приостановлены, счет заблокирован. Он изымает пластик Луиса, а полицейский сопровождает его на улицу. Жизнь Луиса оказывается полностью разрушенной. Буквально в последний момент, Офелия, разглядев в нем богатого и образованного человека, попавшего в сложную ситуацию, соглашается помочь. Билли Рэй Валентайн, очень неглупый человек с большим и разнообразным жизненным опытом, прекрасно разбирающийся в психологии, рядового американца. Пообвыкнув на новом месте, он оказывается способным весьма точно прогнозировать поведение потребителей. В первый же день он определяет финансовую стратегию фирмы, Дьюк и Дьюк. В тот же вечер он классно проводит время в компании дорогих женщин и престижных мужчин. С улицы, разбитый и опустившийся, за ними наблюдает Луис Уинтер. Вынашивая план мести, Луис хочет жестоко отомстить чернокожему проходимцу, он еще не знает, что кашу заварили братья Дьюки. Переодевшись в костюм Санта-Клауса, он подкидывает таблетки в кабинет Валентайна. Но Билл замечает грязного клоуна и вызывает управляющих и полицейского. Луис, угрожая пистолетом, скрывается с места преступления, афера не удалась. Билл решает покумекать, а заодно выкурить косячок в уборной. Случайно в уборную заходят братья Дьюки, им нужно пообщаться наедине. Братья обсуждают результаты пари. Их разговор совершенно случайно слышит Валентайн, ему становится ясно, что и самого Билли Рэя и они, наигравшись, вот-вот выбросят обратно на улицу. Да и на Луисе его бывшие работодатели окончательно поставили крест, и никто не собирается возвращать его на старое место. Билли выслеживает пьяного Санту, он решил все ему объяснить и отважная четверка, Билли Рэй, Луис, Офелия и примкнувший к ним Коулмен начинают собственную игру. Подслушав разговор акционеров, Билли Рэй понимает, что вскоре должна пройти передача инсайдерской информации. Операцию по передаче денег взамен на информацию проведут в Вашингтоне, поэтому четверка, хорошо замаскировавшись, планирует украсть кейс, обменяв его на фальшивый во время транспортировки. У них практически получается подстава, но агент их вычисляет и ведет в грузовой вагон. В вагоне-ресторане в это время празднуют Рождество, и подвыпивший мужчина в костюме гориллы обращает внимание на сексапильную австрику. Он преследует группу думая, что это какой-то розыгрыш, но агент вырубает бедолагу в костюме, однако настоящая горилла звереет, когда видит насилие со стороны человека и обезоруживает агента. Они встречаются в указанном месте и Билли передает братьям заведомо ложную информацию о будущих ценах на урожай апельсинов. Обладая настоящей инсайдерской информацией, Рей с Луисом направляются на Уолл-стрит. Братья уже тут как тут, они считают, что их информация правдивая и ставят все свои деньги на покупку апельсинового сока. Брокер с открытия начинает скупку актива. Рей с Билли дождавшись, когда цена рванула к небесам, начинают продавать. Их замечают братья Дюки и понимают, что их надули. Они пытаются перевернуться, но брокер зажат в толпе и им ничего не остается, как стоять в стороне и наблюдать, как тает их накопление. Через некоторое время, в прямом эфире, выступает министр сельского хозяйства. Страхи братьев подтверждаются, урожай апельсинов вырос, и цена сиюминутно проваливается еще ниже. Рей с Биллом становятся миллиардерами, они поздравляют стариков с Новым годом. Старики были уверены в стат данных и торговали с плечом, они словили маржин колл и потеряли вообще все. Владельцы биржи предлагают управляющим выставить на продажу биржевые места братьев Дьюк, заморозить все средства брокерской компании, а также все личные счета Мортимера и Рэндольфа. Фильм преподает нам различные жизненные уроки, один из которых гласит, в любой ситуации можно жить весело и оставаться таким же неунывающим парнем, как герой Эдди Мерфи. Потерять чувство юмора равносильно самоубийству, поэтому чтобы не случилось принимайте все с юмором, смейтесь над собой, над всеми неприятностями и трудностями выпадающими нам. Спасибо за просмотр друзья, если вам понравился пересказ рекомендую подписаться. Обязательно напишите любимый момент из фильма, буду ждать ваших комментариев. До новых встреч, пока!